ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? М-м-м, жарко почти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мишайся всё время. М-м, черт. Черт, как хорошо, а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрой глаза. Зачем? Закрой. Закрой и не открывай. Не открывай, не открывай. Не открывай, не открывай, не открывай. Пока не открывай. Пока не открывай. Что это? Соседи. Маленький мой. Перепугался, малыш. Как же мы тебя так закрыли, а? Может, он вам, ну, хотел принять. Так зачем мы остановились? Это очередной раз, но самое интересное. Ну, я так не могу. В смысле? Я спать хочу. Подожди. А я? А потом профессор Перебраженский опять превратил Шарикова в собаку, и он остался жить у них дома. Офигеть. Не, я так-то знал, просто забыл. Еще бы, вам столько в голове держать надо. Так, что у нас дальше по программе? Тихий дон. Читала? Неа. Прочитай. Там это интересно. Про реку. Дуар Туасевич, вы такой начитан. Привет. Здрасте. О, Машка, а ты что последнее читала? М-м-м, Анну Каренина. О, хорошая писательница. Прочитаю, советую. Э-э, так, сейчас задание тебе дам. Он такой няша. Че? Ну, в смысле, секс. Он мой парень вообще-то. Да? М-м. Ну, это ненадолго. Не поняла? Ненадолго, это значит на короткий промежуток времени. Боже, как вы отстали. Знаешь что? Женщина, спокойно, в вашем возрасте нельзя нервничать. Что? Мне всего 20? Ничего себе, вы такая старая. А мне всего 17. 18. Посмотрим, кого он выберет. Даша! Ну, прочитай. М-м-м, Эдуард Васильевич, у вас такой парфюм. Да это не мой, это Майкла. Там статья про Булгакова. Эдуард Васильевич, а может, вы меня проводите? Тут до остановки 100 метров. А в какую сторону мне идти? Да ладно, я провожу. Тем более, мне потом все равно истать надо. Идем. Хм. Антон. М-м? А ты не знаешь, где можно микрофоны купить? Рубля за 200. Знаю. В 97-м году. Ну, капец, я в смету вообще не попадаю. Что за смета? Ну, ты же знаешь, что у нас скоро будет конкурс. Золотой голос вуза. Конечно. Я уже фраг купил и яйца сырые по утрам пью. А репетиции уже начались? Вот вообще не смешно. И мне на него выделили всего 10 тысяч. Теперь главный приз будет не фотоаппарат, а фотоальбом и тортик. Яночка, люди в переходе поют, больше получают. У нас-то официальное мероприятие, мы диплом даем. Ну да, еще раз тепло и менты не гоняют. Вот не понимаю, как Олег на все эти мероприятия по 50 тысяч доставал? Да и что непонятно, вот его Олег мастерски делал откат. Кого? Ну, откат. Приходишь, просишь денег, тебе дают, а ты их потом за это благодаришь. Ну, я всегда говорю спасибо. Ну, блин, Семакина, спасибо должно хрустеть. Но это же коррупция. Ну, это же главный приз фотоаппарата. Ну, хорошо. Так что, прям смейте так и написать? Откат столько-то? Ну, конечно, коррупция же фишка нашего вуза. Да ты что, с ума сошла, что ли? Нужно аккуратненько, намеками и насказательно. Как это? Ну, как, приходишь, просишь деньги и говоришь. Дайте нам деньги, а мы вам за это... И все? Ну, и дяде Антону за совет неплохо было бы. В смысле? А, поняла. И вот так этот кот каждый раз на меня пялится. Ты бы вытерпел? Боже, как вы раньше этим занимались? Раньше он был на даче у ее родителей. Может, они из-за этого раньше времени привезли, а? Ты чего? Может, тебе молоком пахнет? Коты это чувствуют? Кузя, ничем от меня не пахнет. Просто этот кот – извращенец. Ну, везет нам с Машкой, что у нас кота нет. Точно! Э, нам кота не надо. Особенно извращенца. Да не буду я вам кота давать. Я просто приглашу Ксюшу к себе в гости. О, точнее. Давай пивас возьмем. Девчонки, пусть потрещат, а мы с тобой в футболе порубимся. Кузя, ты прям мои мысли читаешь. Только наоборот. В смысле? Кузя, ты понимаешь, Ксения преподаватель. И было бы хорошо, если вечером никого дома не было. Шалтай-болтай устроите, да? Тебя дети так в школе вообще понимают? Ну да. Только переспрашивают часто. Кузя, ты, главное, нашим понятно объясни, чтобы дома никого не было. О, Кузя, я как раз хотела с тобой поговорить. Сразу говорю, кота заводить не буду. Какого кота? Я насчет твоей ученицы. Понимаешь, Даша к тебе ходит не просто так. Я знаю. Ты знаешь? Конечно. Она ходит ко мне, чтобы получить знания. Это впитать их от меня, как губка. Кузя, она ходит к тебе, чтобы тебя клеить. Кто? Что, Дашка? Она же еще ребенок. Это она по закону ребенок. А по отношению к чужим парням она уже наглая стерва. Маша, ну что за глупости? Даша моя ученица. И любит меня, и ценит как педагога. Ой, Кузь, ну какой ты нафиг педагог? Она просто, как все девочки, влюбила своего учителя. Ну понял. Что значит, какой ты нафиг педагог? Да я не об этом. Даша к тебе подкатывает. То есть я, по-твоему, фиговый педагог? Да я, между прочим, шесть лет на филолога учился. Ну, Кузь, ну честно, ну какой из тебя педагог? Офигенный, как Дашка говорит. Я вообще много чего знаю. Да я не это хотела сказать. Сказать? Неопределенная форма голоса, совершенного вида первого спряжения. Что, не ожидала, да? Да пойми. И Дашка ко мне не клеится. Она у меня учится. Уч корень и цуффикс вся частица. Блин, да перестань ты. И ты все выдумал эту продажку из ревности. Кузя! Из-за пишется через дефиц. Лидия Петровна, а я насчет конкурса. Ну, потом-то говорила. Вот смета. Подождите. Вы хотите, чтобы я вместо десяти тысяч вам пятьдесят выписала? А мы вам за это... Что? Ну, я не поминаю. Мы вам за это будем так благодарны. Вы нам. А мы... Вам. Нам. Вам. Ну, что, намекнула? Еще как. Похоже, у меня талант. Кстати, хороший фильм. Да. Я всего два раза уснул. Артур, а может быть, все-таки ко мне? Не, ну, Ксюш, у тебя мы уже сто раз были. А у меня есть коллекция трудов великого историка Василия Ключевского, который отлично читается под бокал шампанского. А как же ребята? Ребята не любят Ключевского, поэтому в такие дни дома не бывает. Я, кстати, масло для массажа взял. А то поясница болит, вот решил в поликлинику записаться. Здравствуйте. 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 Ну, что вы, мы же на паре. Да, мы просто с Ксенией Андреевной решили над диссертацией поработать. Да. А что, Кузя вас не предупредил? О чем? Понятно. Ну, тогда мы... Ой, что-то вырновато. Здрасте. Здравствуй. Чего выхожу? Ну что, у нас с Антохой дела до девяти. Как раз же хватит времени, и дело порешает. Скажи, пожалуйста, что тут делают девочки? Ну, они живут тут. Я же тебе просил сказать. Так я и сказал, Антохи. А, ты хотел, чтобы... Иди уже. Ну? Майкл, если что, запасные боеприпасы у меня в толпочке. Так понял я, понял. Ну, тут не вариант. Бедрами вертит, гладит его, а Кузя ни черта не замечает. Да не обращай внимания, она всего лишь школьница. Ты видела эту акселератку? В ней отшкольница только учебник по литературе. Нет, девочки, тут действовать надо. Маш, ты только сильно ее не калечи. Ты чего, не собираешься ее бить? Я ей скажу. Даш, мне очень тяжело соперничать с тобой. Ты молода, а я вон уже почти старуха. Эдуард Васильевич должен быть твоим. Тем более у меня больше второго размера не будет. А у тебя вон, какие перспективы. Уже ошиблись. Потом она сразу побежит соблазнять Кузю, а он прибежит ко мне. Блин, Машка, офигеть, это, это вообще... Ты права, она меня чуть-чуть не поцеловала. Что теперь делать? Ну как что? Ты же сказал, что вы не можете быть вместе. Ну и он мне такой. Конечно. Я сказал, у меня есть девушка, я ее люблю, и между нами ничего не может быть. Нет. Как нет? Почему? Да блин, ты чего? Как я ей скажу? Обычно. Ты же учитель, уж собери как-нибудь слова в предложение. Ну, сразу видно, что ты не педагог. Ты знаешь, какие дети ранимые в этом возрасте. Дети может, но она нет. Ага. Я когда в детстве химичке в любви признался, она взяла и моих родаков в школу вызвала. Так я тогда и с дома убежал. Правда, через два часа есть захотел, пришлось вернуться. Ой, ничего с ней не случится. Да, она ребенок. Я могу ее это, травмировать. А может, ты с ней встречаться начнешь? Поженитесь, детейшек заведете, а потом лет пятьдесят и скажешь. Ну, чтобы не травмировать. Ладно. Скажу я, скажу. Просто аккуратно. А где Лидия Петровна? Она в полиции. Как? Она через полчаса придет. Как-то ее быстро забрали. Может, вас прослушивали? Как ты намекнула? Как-как? Понятно. Я ей и... Дурак бы не понял. Да успокойся. После таких намеков я бы не полицию, а для тебя скорую бы вызвал. Слушай, вдруг у них там камеры стояли? А по видео можно определить, что я совершаю преступление? О, да. А свистать бухгалтера – это очень серьезное преступление. Тебя аж так и посадить могут. Я знаю, поэтому и хочу узнать, на сколько. Да где же вам? Ну, у Кузи здесь даже закладки есть. Так. Статья 21, дача взятки. Дача взятки должностному лицу. Я тут смотрю, я тут спрашиваю. Ага. Работает она от семи до 12 лет. Ты же, я когда выйду, мне будет 32. Бабушка. А я же должностное лицо. Мне еще больше дадут. Да я, серьезно, но вы же конкретно ничего друг другу не говорили. Поэтому доказательств нет. Успокойся, перестань себя накручивать. Зачем я тебя послушала? Ты куда? Валяться! Так. Извини, старик, но это единственный вариант. Так, что-то у нас 20 грамм снотворного на килограмм веса. 20 грамм снотворного на килограмм веса. Угу. А что это я тебе жалею? Поспишь, подумаешь свое поведение. Так, мне скоро приходить, так что надо уходить. Приятного аппетита. Кулики. Что случилось? Тимоша умер. Как умер? Я пришла с работы. А он лежит, не двигаясь на моей шапке. Ведьмок прощался. Не волнуйся. Он просто уснул. Навсегда. Что ты взяла-то, а? Я на него водой брызгала, на что-то рисовала. А он, он ничего. Тимоша просто устал и не хотел просыпаться. Это нормально, я готов. Не надо меня утешать. Да я тебе покажу. Где он? А? Я положила его в коробку. Ты закопала на пустыре. Блин, лопату забыл отдать. Ты, ты, это просто, ты идиот. А если бы он умер? Ксюш, ты так говоришь, как будто я спящего кота в землю закопал. Не, разумеется, моя вина в этом есть. Хорошо, я виноват во всем, что произошло. Я просто одного не понимаю. Зачем? Просто он мне показался не выспавшимся. Вот я и решил помочь бедному животному. Артур! А что он все время смотрит? Куда он смотрит? Как мы сексом занимаемся. Что? Да мы уже три дня не занимались. Четыре. И все, из-за этого влажериста. Я не могу, когда он пялится? Ты серьезно? Армянский мужчина стесняется кота? Нет, там просто, как бы, вот ты, конечно, формулировку выбрала. И ничего смешного, этот котяр от тебя ревнует. Артур, ну это же бред. Ты просто, Тимош, интересен. Да. Почему-то, когда мы смотрим телевизор или опедаем, он теряет ко мне интерес. А как только дело доходит до интима, он тут как тут. Ему только кошачьего попкорна в лапах не хватает. Не надо, Ксюш, извини. Но пока мы не решим эту проблему, я не смогу. Ну что? Все, в кино идем. Ну, слава богу. А что за фильм? Не знаю, Дашка выбирала. Что? То есть ты с ней не расстался? Ну, а ты как думаешь, если ему в кино не... Ну, сказал бы, что у тебя есть девушка, и ты не намерен встречаться со школьницей. Ну, это тут так легко говорить. А ты попробуй это скажи, когда тебя на комедию зовут. Более, вдруг она первая с кого-то в жизнь в кино позвала. А тут на. Тем более, ты знаешь, какие комедии любят. Да скажу я все скажу. Сразу после фильма скажу. Я же даже все придумал. Это, конечно, веселый фильм, Даша. Но надо поговорить о невеселом. Ну, круто, да? Как кино? Вообще крутяцкая комедия. Сходи как-нибудь посмотри. Ты не сказал. Маш, ну, там просто ситуация не в ту сторону повернулась. И? Я забыл. Маш, ну, я завтра в школе скажу. Обязательно. Не, ну, не перед диктантом же. А ты еще пару схватил. Маш, ну, она тройку получила. А тут еще я со своим расставанием. Ну, не педагогично. Мне завтра в классном в цирк идут. Че, она в цирке грустная будет? Ага. Она за мелом сходила. А я ей такой в ответ. Маш, ну, сама посуди. На всеми руках. Она устала. Хватит! Ты достал меня, Кузьмин. Или ты бросаешь свою Дашу, или я бросаю тебя. Понял? Понял, понял. Ну, вообще-то кричать, это... Не педагогично? Да понял, понял. Все, завтра и скажу. Я, Семакин и Яна, увольняюсь из правкома по собственному желанию. Но не потому, что что-то там намекало, а из-за болезни. Из-за беременности. Добрый день. А вас уже выпустили? Что? А-а-а, микрофон. Я по поводу нашего недавнего разговора. Понимаете, там были люди, я не могу. А я никому ничего не предлагала. Все в порядке. Ну, вы же подмигивали. Да? Ой, а я болею. У меня нервный тик. Даже справка есть. Будет. Странно. Но мне показалось, что вы явно намекали. Я, Яна Семакина, 1991 года рождения, уроженка Челябинска, никому ничего не намекала. Слышите? Я честный человек. Вы с ума сошли? Вы с кем разговаривали? С полицией. У вас же там микрофон. Решили меня сдать, а вам потом задаст рук скостят. Что за бред? Я знаю, что после того разговора вас в полицию вызывали. И я не знаю, зачем. Я же 10 тысяч просила. Так, встаньте вы. У меня в метро кашелек вытащили. И в полицию я писала заявление. То есть нас не снимали, когда я вам... Ой, как все получилось. Неловко. Блин, такое ощущение, что мы не кошку выбирали, а шубу. У Тимоши это будет впервые. И хотелось бы, чтобы не обыске. Ну, вообще, я до сих пор думала, что это дурацкий план. План нормальный. Усадый тебя ревнует, потому что сам записан в кота-монахи. Нужно ему дать выплеснуть энергию. Это я тебе как мужчина говорю. Тимофей, это Белла. Все оплачено, старик, можешь не благодарить. Няга, как же ему этого не хватало-то? Кошмар. Когда не закончат-то? Расстался? Нет. Ну все, Кузьмин, ты сделал свой выбор. Да это она меня бросила. Что? Ушла к Борисову из 11-го Б. Главное, что она не нашла. Одни понты, да отцовская тачка. Ты чего? Все, мы от нее избавились, радоваться надо. Ну так-то он так. Ну что, как-то тошно. Сейчас, наверное, пошли в кино, купили сладкий попкорн, как она любит. Алло, гараж! Вообще-то это я твоя девушка, а не она. Я знаю, знаю. Все, тогда иди одевайся, пошли в кафе. Может, в парк пойдем погулять? Меня все-таки бросили. Нельзя. Ну в кафе так в кафе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!